...правильную тактику и дойти до медалей, до финала и выиграть. Я думаю, все реально. Если захочешь, всего можно достичь. А первая сервая боя Марина во сколько завтра? Вы все поедете с утра рано или как? Ну, нам ближе к вечеру уже скажут, во сколько первые бои, чтобы мы знали, во сколько приезжать, чтобы поддержать, чтобы... Естественно, это надо последнее чемпионат мира. Конечно, это очень важно. И я вот хочу сказать, что вот в таком шуме, в таком булле, когда я верлась в финал, я видела и слышала в свою команду. Они выбирали правильный момент, когда за меня покричать, чтобы я услышала, и мне это очень-очень сильно помогло. Я хочу сказать вам спасибо большое, потому что я чувствовала их поддержку даже сквозь вот эти шумы трибун. Курничка, ты все сделала абсолютно правильно, когда я поблагодарила за поддержку и своих подружек по сборной, ребят, и... Нам в интервью сказала все, что было в душе, и держалось все. Вот это вот и ценится, люди пристарные доброта и настоящий рабочий процесс, когда человек отдается и телом, и духом на своей работе. Вот именно ты это и проявила. Ну что, тебе огромное спасибо, ведь взять до нас перед футболистов в сборную, да, мы так же переживаем за них. Но все-таки согласимся, когда что-то выходит в футболе, где и другие финансовые возможности, где и другие остатки и фурниры, в нашей стране все по-разному к этому относятся. Вот в твоем случае, да, ты выиграла золото. Безусловно, всем понравилось то, что ты искренний человек, и ты вышла и сказала после финала, отдав все силы, все правду, все, что ты думал. Вот это искренность, для чего, собственно, и телевидение существует, чтобы передавать зрителю вот это вот, быть лакомочной бумажкой, да, показывать построение спортсменов и соединять его с моими форельщиками. Вот ты, молодец, ты уже сейчас, выиграв свою первую медаль, умеешь это делать, и я тебе желаю и в дальнейшем без открытой прессии, потому что именно это позволяет людям понимать, какой ты человек на самом деле, да, можно быть отличным спортсменом, но, к сожалению, в жизни не всегда хорошим человеком. Ну, такое бывает очень часто во многих ходах спорта, и почему мы заговорили на тему дружески на обстановке в нашей команде, все за друг другу горой, и это очень приятно, это видится страной, и это работа не одному в году, это понятно. И это очень помогает. Да, это очень помогает, мы это прекрасно видели в течение всей этой недели здесь в Мексике, в горах Куэбле. Итак, финал продолжается, 4-0, уже 4 балла набрал кореец, было одно спорное решение, да, похоже, Мексика противостояние, ну, Дюстон была недовольна противостояния, вроде, Кореи, лидеров мирового сезона, но удары действительно у мексиканцев хорошие, и мне даже тоже показалось, что один из них прошел в голову, но тем временем 0-5, и катастрофическая ситуация для хозяина соревнований. Смотрите, мы как воду глядели. Ну, что-то похоже было и у нас, 6-0, что Мексики не перерывет второй финал и второе поражение, и бац, это случается. А может быть, кстати, и мексиканцы, и мексиканки, что было против Оли, и сегодняшний мексиканец, перегорели, все, что такое зло, не каждый день у них в Кэквондо такие турниры здесь проводятся. Ну, да, я, кстати, Оле тоже такую фразу сказал, когда мы с мексиканкой выходили, на ней, говорю, большая ответственность. Я видел уже по ней, по ее настроению, по лицу, что она немножко уже была загружена. Я уже понимал, что у нас уже есть превосходство в психологии. Так же было, кстати, и в полуфинале с француженкой. Француженка что-то тоже, смотря на Ольгу, была озадачена почему-то. Хотя на Ольгу до этого выигрывала уже 4 раза, но почему-то, выходя в этот раз, была очень сильно напряжена. Я помню, 12-12, что-то было? Да, да, да. Я вот поймал этот момент психологический и понял, что все-таки шансы у нас есть. Француженка горит. Реально горит. Здесь Чемпионат мира – это совершенно отдельный турнир, совершенно другие эмоции. Все-таки предыдущие поединки важны для психологии спортсменов, но, как мне кажется, конкретно на Чемпионат мира, все равно каждый настраивается по своему. Все соперники одинаково. Слабых, недовольных. Тем более, многие же из этих спортсменов, даже француженка была чемпионкой мира в Корее, но также у нее были неудачные выступления, например, недавно в Германии она, ну, по крайней мере, не была в финале. Соответственно, у нее уже был проигрыш, и все равно в голове сидело, что она может проиграть. Тут Ольга тоже не подарок, естественно, спортсмен начинает гореть, если все-таки не сохраняется, но нам это только на пользу. Кстати, Ольга, хотел спросить, а ты ведешь дневник, где пишешь, кому проиграла, кого победила? Нет. Или это слишком большое было в голове? Ну, на самом деле, у меня в голове все это остается, я помню. Писать не вижу смысла, все это запоминается. К сожалению, у меня наоборот. С моей начала тренерской карьеры, 15 лет назад записан, все результаты. На данный момент сейчас около 3000 медалей разного достанностей. То есть это можно потом будет уже на пенсии, да, Заш, сесть. Да, то есть все фамилии законспектированы с первого моего турнира, 15 лет назад. За чашечку чая, да. Класс. Нет, ну, я почему спросил, я не знал, что ты мне об этом скажешь. Есть. Я знаю, многих тренеров спрашивал, у них нет таких сетистов. Я почему-то решил, когда начинал свою карьеру, буду фиксировать все. Ну, вот сейчас около 3000 медалей. А, кстати, как началась карьера тренера, думаю, зрителям, нашим поклонникам Кагмандовску. Прямо теперь будет интересно узнать, как к этому решился, не сложилось спортивное ставление или сразу просто тренером? Ситуация была такая, я занимался в одном из клубов в Челябинске. Ну, параллельно работал на металлургическом заводе электриком. А, так. Ну, был еще молодым парнем, в принципе, спортсменом. Ну, и поехал Максим Алексеевич Карпас, которым мы сейчас в Ольбахе тренируем. В тот момент пригласил меня работать в свою спортшколу. Ну, я, конечно, был безумно счастлив. Сразу прибежал на завод, сказал, ребята, до свидания. Они, конечно, не хотели отпускать, у меня была практика. Надо было отработать два года после окончания техники. Ну, в итоге меня отпустили, сказали, ладно, электрикость я никакой, может быть, там тебе повезет. Ну, вот так вот. Ну, ведь получилось? Получилось. Начни зря с завода вырушили. Я думаю, наш авто, не автокром, наш Челябинский завод переживет, да, металлургический. Переживет эту потерю за то, какой он здесь перебудет с вашим приходом вместе с работой с Олей. Да, какой-то сумасшедший счет 0-8 и впереди третий раунд, который, я не знаю, как надо провести лифт в Мендозе, чтобы корейца Ли победить. Корейцы как раз стрессоустойчивы всегда считают, что это очень холодный, с точки зрения разума, что всегда заключают эмоции. И, мне кажется, три удара в голову не вряд ли тропусь. Скоро всего, да. Хотя, смотрите, кровь идет из носа. Почему? Он ведь его хорошо высотал. Да, а, 8-3 засчитали. Да, ну, кстати, вспомним случай с Настей Валуевой, да, когда кореянка была очень много и вдруг расслабился, пропустила два квадрата угара. Так что, ну, все возможно. Все-таки корейцы в экстремальных ситуациях бывают подвержены неустойчивой психике, все-таки. Все-таки вот странно. Это, кстати, исключение из правил. Я первый раз вижу в своей карьере, журналисты. То есть, я не комментирую, нет, как вон дош, чтобы вот так себя великорейцы, он прямо вот боялся, убегал сейчас. Как бы еще в голову не получил. Посмотрим с повтором. Действительно, касание 100%. Это 9-6. С разворота причем. Все-таки я вот, честно говоря, не согласен, может быть, и не было касания. Нет, это повтор другой дали. Это другой повтор. Да, это когда он еще стал 9-6. На вращении нету. А до этого было. То есть, сейчас он испугался, убегал. Да, вот этот финал мы получили сегодня, да. Наверное, и не, конечно, жалко, что нет россиян, но с точки зрения зрелищности Тхэквондо и для тех, кто хочет идти в этот вид спорта, поучительным весьма, согласись, будет вот эта трансляция, чтобы увидеть такой финал в чемпионате мира. Это весь сок Тхэквондо здесь. Согласен. Хорошо, что, конечно, Тхэквондо изменили правила, за вращение стали больше баллов давать. Это справедливо спортсмена демонстрирует сложную технику. И очень часто эта сложная техника выручает спортсмена. Очень часто. Даже на последних секундах. Видите, корейцы решили карточку дать. Повтор посмотрели и вернули обратный счет 9-3. Ну, абсолютно верно. Вращение не попал. Мексиканец. А, на повторе мы видели, увидим первый удар, когда пасу 8-0. Да, да, когда поставили, да. Да, да, да. Все, теперь опор. Все, все понятно. Ну, если продолжить в этом же духе мексиканец воевать в финале, то и 6 очков. Все возможно, да. Всего два раза в голову попасть. И, кстати, он попадает, вроде бы. Ну, и корейцы вроде бы тоже. Сейчас посмотрим повтор. Но не дают ни тому, ни другому. Почему-то примера. Испугались судьи, что слишком много. Да, было ощущение, вот издалека, правда, смотрим, было ощущение, что попали у нас. Да, великолепный финал. Мы с вами НТВ плюс прямо пересмотрим. Сейчас авантюра, конечно, была. Да, конечно, зря он апеллирует. Судим, чтобы он оставил. Ну, хотят как лучшему читать, так вот понятен. Мы в Челябинске, я думаю, тоже будем так наслезно читать мир и кричать. Ну, лучше бы время тратить он не на размахивание руками, а на работе ногами. А так и без удар еще один. Без удар. Коля, а ты когда смотришь мужской цепандо, ты какие-нибудь приемы для себя берешь в заметку? Или тебе все равно, о чем дело? Ну, мужской цепандо, он немного отличается от женского. Они больше, от моего женского договора, я больше тихтую. Они больше работают на взрыв, на силу. И я, наверное, смотрю больше, получаю какое-то такое... Доволься, да. Потому что это красиво, интересно. Ну, у меня чуть-чуть своя работа, я думаю. Вообще, я подумал, у тебя лучше все-таки, чтобы муж был тхэквонистом, потому что тогда вам будет вместе веселее. Будете заниматься вместе, тренироваться. А если поссоримся, что же делать, да? Тогда можно выйти на корт. Только ему, только одной ногой можно работать, а теперь, да. И будете лишать силой энергии, плохой выплескивает там, потом мириться. Здорово, что у всех у нас такое замечательное настроение. Наверное, я надеюсь, друзья, и у вас оно такое же. Здорово, что у нас есть такая возможность сработки из Мексики. Это, например, который, к сожалению, завтра завершается. Он так быстро пролетел. Это неделя, в которой уместились три медали. Пока три медали. Я очень сильно рассчитываю на завтрашний день. Сборная России, два серебра. Еще раз вспоминаю, Настя Валуева, Липецк. И самая фигурь до 46 килограммов. Потом отключился Альберт Гаун, который без 30 секунд чемпион мира под Терквандо. В своей весовой фигуре у Франаула. Но все-таки Мексиканцы он проигрывал, Альберт. Отпустил полудар с разморота, да? Там такая атака Мексиканца 1-0. Альберт, еще это мы в предыдущей диле. Ну, в эфире в новостях. Вот. И Оливанова, Челябинск. Золотая медаль. Это, получается, тридцать рады. У нас есть еще проба у сборной России. Третье общекомандное место. И завтра мы ведем уже все итоги. Как организация понравилась? С точки зрения того, как работали волонтеры, как работали разминочные, как работали столовые. Да, нам очень понравилось. Волонтеры контролируют каждый шаг спортсмена. Тебе даже спрашивать ничего не надо. Шаг вправо, шаг влево. Тебе полная информация, что тебе нужно делать. Очень неудобно, да. Ведут тебя полностью от разминочного зала до непосредственно корта. Нет никаких проблем, нет никаких сомнений, что мы что-то забыли, что-то не сделали, что-то где-то не отметились. Все комфортно, все улыбаются, все добродушные, постоянно шутят. Нет, я тоже об этом говорил. Это фантастическая атмосфера, когда каждый готов тебе помочь, даже если тебе это не надо, он все равно хочет тебе помочь. Ну а мексиканец все свои эмоции выплеснул. Еще во втором раунде кореец разбивали ему нос, но он с этим разбитым носом собрался. Он не стал его вешать, подвольте мне такую шутку, и довел дело до победы с разгромным счетом 16. 14.4, Дайфин Ли, новый чемпион мира в этой весовой категории. Опять же, корейцы не простили бы, наверное, если бы в этом родном для них вещи, Корея бы не предусловила свою медаль. Кореец отстоял родину, выиграл. Причем, действительно, прилично разбили ему нос. Я вот сейчас по ватке заменил, что кроме даже уже в конце ватки стоит.